Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвот и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива» с вами Юрий Гемельфар и Александр Грузин. На сессии «Бизнес, общество, власть, старые проблемы, старые ожидания», которая проходит в рамках общероссийского гражданского форума, выступил генеральный директор корпорации Роснано Анатолий Борисович Чубайц. И вот, знаешь, Саш, он сделал очень интересное заявление. Он сказал, что российское общество глубоко инфантильно, за 25 лет не удосужилось сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес сделал в стране. И, по мнению Чубайца, бизнес страну отстроил, восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия, вернул зарплату людям, наполнил бюджет деньгами, создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержке культуры, науки, образования. И вот дальше цитата. «Это все бизнес российский, это все сделали те, кого общество называет олигархами, другого слова даже не придумали, язык отражает мышление, доброго слова о бизнесе нет у общества». Вот, Саш, я предлагаю, может быть, давай мы с тобой скажем Анатолию Борисовичу спасибо. Ну, россияне у нас вот такие невежливые. Анатолию Борисовичу спасибо не скажет, давай мы с тобой скажем. Вот ты скажи. Абсолютно, абсолютно неблагодарные свиньи, всякие россияне, которые, в принципе, многие из которых лишились всего, что у них было, там, на этапе той приватизации, которую он возглавлял, руководил, которые там и так далее. Вот. Но тут же еще его этот самый, я не знаю, кто они там между собой в взаимоотношениях, там, кенты, друзья, там, кореша, там же все примерно там на уровне вот этого вот решается, сходников различного рода и всего прочего. Песков заявляет, что причина бедности россиян, самое интересное, вот этот, говорит товарищ Чубайс, скажите спасибо за то, что вы так хорошо живете. А пресс-служба президента заявляет, что бедность все-таки существует, она в наличии, и причина бедности россиян в том, что дословно участие в двух войнах, имеется в виду Первая и Вторая мировая, ты представляешь, он в столетнюю ретроспективу зашел, да, и распад Советского Союза, который Чубайс считает положительным моментом, что Россия потом начала восстанавливаться и бизнес принес счастье всем россиянам. Как понимать, руководитель крупнейшей госкорпорации и руководитель пресс-службы президента, проще говоря, его язык президента, скажем так, заявляют абсолютно несовместимые и взаимоисключающие вещи. Мы сейчас, конечно, вернемся к процессу приватизации, без вопросов, но назовите мне хоть одну страну, это перед тем, как сказать спасибо вам, Анатолий Борисович, я просто назовите мне хоть одну страну, уважаемый Дмитрий Сергеевич, которая не прошла бы Первую и Вторую мировую войну в Европе. И были распады государств, и были слияния государств, и были поглощения, и были агрессии, и были вновь распады. Но тем не менее, на таком уровне благосостояния, пенсионного обеспечения, социальных каких-то моментов в государстве, ни одна страна Европы так не живет, как вот на данный момент существует Россия. Анатолий Борисович, вот мне вот, просто меня не увидят эти самые зрители, я бы сейчас упал на колени прямо и бился бы лбом об пол и кричал вам спасибо. Это одна из ваших, так сказать, серьезных заслуг. Ну вот я коленки хотя бы поджал вот так под кресло. Саш, но интересно тут другое, вот в заявлении Пескова. Давайте включим логику, господа. Советского Союза не существует 26 лет. Ну, с 92-го года. Ой, виноват, 27 лет. 27. То есть более четверти века. Давай посмотрим по результатам Второй мировой войны. Германия и Япония подписали договора о безоговорочной капитуляции. То есть и Германия, и Япония потеряли субъектность как государство. Их судьбу решали державы-победительницы. При этом я напомню, что только Советский Союз получил с Германией 18 миллиардов долларов, тех долларов, репараций. Общая сумма репараций с Германией составила 30 миллиардов, тех долларов. Эту сумму, ну, на 20 где-то вот умножьте, вот вы и получите. При этом спустя 27 лет после окончания Второй мировой войны, 72-й год, Германия является абсолютным мировым лидером по объему ВВП, по темпам роста, по уровню жизни, по уровню жизни виновата, она, по-моему, уступала только Дании на тот момент. Но не суть. Япония, абсолютно, 72-й год, абсолютный мировой лидер в области производства электроники и в области автомобилестроения. Смотрим, чего достигли мы через 27 лет. При этом я напомню, что при распаде Советского Союза Российская Федерация субъектность как государство не потеряла. Судьбу Российской Федерации решали не державы-победительницы, а российский народ. Напротив, весь мир помогал Российской Федерации. Припомните, Анатолий Борисович и Дмитрий Сергеевич, припомните ножки Буша, которые мы кушали и благодаря которым с голодухи не сдохли. Это вот так, на всякий случай. Но, давай, Саша, вернемся все-таки к приватизации. Вот, ты знаешь, тут интересно, ты понимаешь, у меня вообще создается впечатление, что Анатолию Борисовичу надо сказать спасибо за то, что он, по-моему, должен попасть в книгу рекордов Гиннеса, как человек, который делает из конфетки дерьмо. Вот, ты понимаешь, что, вот смотри, сама ведь идея ваучерной приватизации это великолепная идея, это блестящая идея, но именно благодаря усилиям господина Чубайса, Анатолия Борисовича, это превратилось в подлое и наглое ограбление. Ведь ты вот вдумайся, Саша, вот смотри, что получается, это же действовало с 29 декабря 1991 года, когда Ельцин подписал указ об ускорении и приватизации государственных и муниципальных предприятий, по 1994 год, два года всего. То есть, включу только, общий объем государственного имущества, стоимость Российской Федерации была 1,4 тогда триллиона рублей, то есть каждый приватизационный человек был 10 тысяч рублей на 140 миллионов россиян, но действовало только два года, а потом я что, я перестал быть гражданином России, я что, был поражен в правах. То есть, вместо того, чтобы сделать это ценной бумагой и создать по аналогии с американцами комиссию по ценным бумагам, председатель, который назначается лично президентом США и утверждается сенатом США, нет, у нас с легкой руки Анатолия Борисовича стали множество этих убер инвесты, гоп-стоп инвесты и так далее. После чего, я опять же напомню, что именно с легкой руки Анатолия Борисовича, по полной аналогии с АОМММ, была создана пирамида ГТО. Браво! Так что, спасибо, Анатолий Борисович, спасибо, отец родной, за великолепную приватизацию. Кстати говоря, я вот тоже напомню одну интересную деталь. Вместо того, чтобы образовывать россиян, разъяснять им перед началом приватизации, что это такое, как это работает, рекламировали вот эти гоп-стоп инвесты. Я уже не говорю о залоговых аукционах, тоже идея ВОО, замечательная идея. Но давайте мы просто посмотрим, это же механизм жульничества был, чистой воды. С какого периода он действовал? С 4 ноября по 28 декабря 1995 года. Вот объясни мне, Саш, я, может, что-то не понял. Вот как образованный человек даже может за полтора месяца сориентироваться, что делать, как делать, куда бросаться, что делать? Вот, может, я что-то не понял в этой жизни. Я, ты знаешь, вот, для зрителей на более таком бытовом, таком, может быть, громкие слова, ГКО, это государственная краткосрочная облигация, или там залоговые аукционы, кто-то, может, этого и не поймет. Может быть, кто-то вообще из молодежи, к сожалению, мы с этим ознакомились на своей шкуре, вот, а может быть, кто-то из молодежи не понимает, как весь этот процесс происходил. Ну, те, кто постарше, конечно, это помнят. У меня до сих пор валяется вот этот бланк или чек, или как оно там называется, той фирмы, в которую я вложился в свое время. И ты знаешь, через 20, там, ну, не в этом году, а, может, в прошлом, решил просто посмотреть, чем этот фонд кончился. А, да, сейчас скажу, фонд назывался «Московская недвижимость». Да, да, так, так было. Ну, и я в него вложился, по-моему, вот в 93-м, что ли, году, да? Значит, тогда я отдал туда, сколько, 10 тысяч мы отдавали, стоило один-два ученых, да? Нет, 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 нет. Мы отдавали за эту бумажку 25 рублей. То есть, вне зависимости от того, за младенство ты отдаешь или за кого, ты платишь 25 рублей, получаешь эту бумажку, на которой написано «10 тысяч рублей». Вот, 10 тысяч, я о чем говорю? Мы-то отдавали ерунду. А 10 тысяч была ее стоимость, то есть, наша доля, в общем, имущество всей страны. Вот, грубо, да? Я пошел, отнес, вот как сейчас помню, на «Московской 35» был офис, куда нужно было относить. Да, 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 да. Открывают в прошлом году, по-моему, просто интересно стало. Теперь, значит, моя доля стоит не 10 тысяч, моя доля в этом фонде стоит 3 рубля. Он еще не распалился. То есть, 3 рубля, 10 тысяч и 3 рубля. Благодаря вот этой вот успешно проведенной приватизации. Саш, извиняй, я тебя перебью, но при этом обрати внимание, ведь сейчас нам поют со всех экранов, то есть, с каждого утюга, что ВВП России растет, что все это увеличивается, то есть, встает ВВП, то есть, у ВВП у нашего полная эрекция. Значит, эти 10 тысяч, они должны не в 3 рубля превратиться, а, наверное, в 10 тысяч долларов они должны превратиться. Где твои деньги? Вот тебе, пожалуйста. Я точно такой же Лошара Лоховский. Я точно так же вложил. Тоже тебе скажу. Был такой нарфор. Зачем я туда это вложил? Ну, реклама была. А, так же я вложил в нефтьалмаз инвест. Зачем? Что это были? Ну и, разумеется, не обойдем вниманием. Хопер инвест. Отсюда и пошел. Упер инвест, я как сейчас помню. В те времена. Это, наверное, тоже благодарность Анатолию Борисовичу. Что наш благодарный российский народ сочинил шутку такую. Мужик приходит к проктологу. Тот ему говорит, раздевается. Тот снимает штаны, поворачивается. Доктор, скажите, пожалуйста, я правильно вложил свой лауч? А возьмем те же ДКО, которые с его легкой руки были созданы. Это привело к кризису 1998 года, да? Абсолютно. Опять на бытовом уровне рассказываю, чтобы не уходить в какие-то экономические теории, не бросаться цифрами. Просто вот, 1998 год. По-моему, начало августа. Нет, 17 августа был объявлен технический дефолт, а слухи о нем стали ходить. Действительно, уже с начала августа. Представляешь, я накопил тогда денег на новый Жигулонок 9 или 99. Ну, то есть, вот прям вот хотел с нуля взять первую машину с нуля. Так до этого я брал подержанную, там все. И прямо в этот день, закажу в автосалон, машины не продаются. Почему? Доллар скакнул в три раза, ГКО обрушились полностью. Ну, и что? Ну, и что? И превратились мои эти самые накопления, благодаря ГКО, которые обрушились, превратились в бантики. И опять пришлось брать поддержанную машину. Это чисто такой бытовой уровень, вот уже, который люди должны понять. А машина стоила тогда 18 тысяч. Вот машина, которую я хотел взять, стоила 18 тысяч. Ну, ты за это сказал Чубайсу спасибо? Да я сейчас буду лбом об стол биться, тут это самое, кланяться и говорить спасибо. За то, что он, кстати, корешей своих имуществом обеспечил. Это я железно знаю. Есть у меня люди, которые работали, знакомые, работали при Чубайсе. Там кто помощником, кто заместителем, кто в пресс-службе. Ребята сейчас... Ну, то и коробки с ксероксами, вы надеялись, как коробки из-под ксерокса носил. Да, 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 работают, ну, имеют несколько, по несколько предприятий. Хорошо с этого деньги качают. Не всегда успешно, это в силу уже, так сказать, своих умственных способностей. Но я имею в виду там соблюдение техники опасности и всего прочего. Но тем не менее, они что-то с этого имеют. Это уже те, кто ближе к телу, те, кто умеет крутиться возле этого тела и красиво его облизывать. То есть мы отсюда делаем вывод, что Анатолий Борисович, видимо, очень внимательно читал замечательный роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Ближе к телу, как говорил Мапасан, сказал Астап, сведения будут оплачены. То есть им-то он оплатил, благодаря тому, что они были к телу. А вот нам с тобой не повезло, а от нас требуют сказать спасибо. А ты знаешь, скажу, что хочешь. Вот он хочет, да я ему скажу. Господи, но в душе-то я подумаю совсем другое. Так что спасибо вам. Барин, спасибо, Барин. Нам все-таки счастье привалило от того, что ты нас наделил всем, чем ты мог нас наделить. И своих припасных тоже. Да, и при этом я вот так думаю, вот по большому счету, ведь обратим внимание, вот то, что сейчас в России происходит, я вот как это воспринимаю. Мы действительно должны за это сказать спасибо двум людям. Неправильно, что одному Анатолию Борисовичу, двум людям. Это Чубайс и Путин. Потому что Чубайс это было практически ограбление, но ограбление такое, как карманник. А Путин это грабеж, как сказал Алексей Серебряков, за счет силы, наглости и хамства. То есть то, что мы сейчас получаем со всеми этими повышениями пенсионного возраста, со всеми этими налогами, со всеми прочие 33 удовольствия. И при этом еще давайте не забудем сказать российскому бизнесу спасибо за системы типа Платон, для Ротенбергов, за яхты наших, ну не нравится Анатолию Борисовичу снова слово олигархи, давай скажем российский бизнес. Я вот тебе скажу одну тоже интересную деталь, Саш, ты это как военный человек оценишь. Стоимость российских яхт, которые принадлежат российскому бизнесу, превышает стоимость российского военно-морского флота. Гордись солдат, гордись о флотский, здесь был нарком товарищ Троцкий. Во-во-во. Знаю я эту ситуацию, причем ее даже на ватных этих всяких каналах обсуждают и страшно негодуют. Вот взять эту любимую мою комсомольскую правду, в кавычки я беру опять любимую, там два выживших зумополковника доказывают, рассказывают о том, что на самом деле стоимость яхт гораздо дороже, чем стоимость остатков вот этих ржавых посудин, которые у нас там гоняются за украинскими лодками, чуть-чуть не надувными. Ну, что можно подытожить? Я думаю, Анатолий Борисович, в двадцатый раз уже говорили вам спасибо. То есть вам, как карманнику, и этому Владимиру Владимировичу, как гоп-стопнику с большой дороги. То есть мы попали вот в вашу такую компанию. Спасибо, как говорят, что вы выкололи нам всего один глаз, а ведь могли бы и два. Да, как в старом анекдоте про Владимира Ильича Ленина, а глаза-то у него добрые-добрые, а ведь мог бы и бритвой полоснуть. Так что спасибо, что живые еще, Анатолий Борисович, а заодно и Владимир Владимирович на всякий случай. Надеюсь, уважаемый Анатолий Борисович и уважаемый Владимир Владимирович, надеюсь, вы нам за это плюс запишете. Ну что ж, друзья, вы слышали нашу точку зрения, точнее, наше глубокое русское мерси, сказанное российскому бизнесу вообще, а также Анатолию Борисовичу и Владимир Владимировичу в частности. Выводы делать, как всегда, только вам, но я предлагаю вам, россияне, вы тоже. Скажите этим достойным людям большое спасибо. До свидания. Счастливо!